Дед у меня был репрессирован, он вообще воевал в царское время. Вот в Первую мировую войну имеет Георгиевский крест, он ходил из деревни, отхожие промыслы назывались, он ходил, он был очень мастеровой. Это деревня Монастырщина, это недалеко от Куликово поле, это он из донских казаков, там дом берет начало. Я был там, я ездил, где дед мой жил, этот дом построенный, до сих пор он стоит и сто лет будет еще стоять. Он на белке, не глиной там, а белок между кирпичами, он вечный. И там две семьи жило, у одна было 12 человек детей и в другом месте 12 человек детей. И вот здесь они, значит, сделали маслобойню, сами сделали и посчитали их, как, что сказать, за Куликово. И все. Тогда была, правда, разверстка вот эта все, и их все били. И когда они шли по этапу, то отец мой, он лет 15 был, сбежал. Солежий сбежал с этапа. Как я, я когда ехал на машине, я смотрел, и такая степная дорога, полустепная, где он спрятался, как удивительно. И он в Москву сбежал. А они вот так туда, под Лениногорск. Ну там он стал очень известным человеком. Он там построил мост, такой же мост, как парк культуры. Цепной мост поставил. Ну так он был поменьше, правда, размером. Естественно, там река Ульба текла. Я туда, меня привозили, мне было 7 лет когда. Я деда вот видел тогда. Вот они там с бабкой жили. Но когда они туда доехали, у них осталось из 12 человек двое. Все по дороге умерли, по этапу. Потому что там, где возили, а где на лошадях, а где пешочком шли, по морозу, по этому. Вот они потеряли бабку. Бабка потрясающая. Она пела из дома. Дед умер там, 60 лет. Деда оттуда, значит, ее забрали и ей купили домик в Подмосковье. Вот было такое, послевоенные годы были голодные. Она нас просто вырастила. Она просто спасла нас. Она там и коровая у нее была, и это. Я помогал ей там, и сухостой рубил лес. Если меня поймали бы, то оштрафовали или посадили бы. Ну вот, я втихаряю. Отец тоже пришел в Москву. Пришел в сумасшедшем доме он работал. В сумасшедшей он пол настилал. Он был мастеровой с детства. И он к Сталину записался. Его Сталин принял. Он все рассказал. И тогда он дал задание такое реабилитировать. А что реабилитировать? Они уже и дети погибли и все. А ему, отцу, значит, дать общежитие и строить метро. И вот он первый строил метро. А потом воевать тоже пошел. Всего ему прошло не царапинное. На гражданке попал под машину. Мы были в эвакуации. Нас вызвали. Потому что отца должны были сбросить в тыл. С группой определенной. Типа партизан. Ну, отряда. Типа партизанского. Вот тогда было очень мало этих отрядов. И вот. И мы, я помню. Мне было три года. Я 39-й год. Как ели мы с ним в котелке. И потом вдруг неожиданно в самолет. Они, значит, взлететь должны были. И она с ним прощается. Ну, неизвестно. Встретятся или нет. И вот она прощается, прощается. А поезд тронулся. Меня бросили в тамбур. Вот. Я в тамбурю там где-то. Поезд идет. Он говорит. Сын, сын там. Она прыгнула на последнюю остановку. У нее вывалилось все это ведро. И все эти продукты, что накидали бойцы ей. Они все вывалились. Все вывалились. И она с пустым ведром. И она стучалась. А там, говорит. Там, говорит, это самое. КГБисты, они говорят. Все вы, говорит, сыновей ищите. Мне, говорит, сын здесь, сын. Все вы ищите, говорит, сыновей. Она ведро. Ей помогло. А уже был ноябрь. За снег. Холодно было. У нее руки замерзли. Она держалась за поручень. Последний вагон. Закрытая дверь. Она всунула ведро и сумела проникнуть. Он говорит. Ищите. Не найдете сына. А я, был вдруг там тамбур открыт. А я развязался из этого одеяла. И стал спускаться по лестнице. Поезд идет. На последние ступеньки меня прихватила проводница. Если матью не найдем, я его себе возьму. А у нее детей немцы в этом самом сарае сожгли вместе с ее матерью ее детей. А мать меня нашла. И потом мы вот приехали. И приехали и полуоборваны. Какой-то мужик нам подал яйцо. Как нищий. Ну вот. Я набросился. Стал есть. И только как кусочек маленький остался. Я вспомнил, что мать. Я говорю, мама, на. Она заклапывала. Все-таки я о ней подумал. Удивительно. Вот мы приехали, комнату разбомбили. Мы устроились у ее подруги. Там было два ее сына, такие с бандитами связанные. Они вот меня пугали в противогазе. Я стал заикаться. Потом мне в жизни это вдруг помогло. Неожиданно. Случайно. Но я случайно стал актером. Вернее, из-за мамы. Это мама. Я спортом занимался. Я был чемпионом даже. Я занимался боксом. У меня очень там здорово было. Я занимался в то время. Со мной вместе занимался Ленин Гибаров. Знаменитый в будущем клор. Мы с ним дружили. Занимался в Динамо. Общество Динамо. Юный динамовец. А мама моя, моя мама, она, значит, когда приехала из деревни, а дядя ее здесь был, дядя был начальник Кош-снабсбыта. И они, чтобы маму, как бы домработницу взяли, и чтобы ей разрешили работать, ей прибавили даже года. Два года. А у нее родители умерли, мать и отец. И тогда она, значит, двоих своих братьев, ей пришлось младших взять в Москву пришлось. И вот она их, как сказать, ну, содержала. И поэтому она не могла пойти никуда. Она мечтала быть актрисой. У нее был, у меня из нее записи остались, потрясающий голос. Потрясающий тембр. Вообще вот, когда вот сейчас даже включишь просто актрису. Ее брали в Малый театр сразу. Но она не могла. И вот она мечтала уже, когда прошло время, значит, появился я. И вот она мечтала меня, значит, туда толкнуть на эту стызю. И пришло время, она вот посодействовала этому. Она тоже боялась бокса. Она думала, что мне в конце концов физиономия вообще своротит. Ну вот, потому что у меня было много. Было 50 боев. Так вот, она меня повела к Мансуровой. Она домой меня к ней привела. И она говорит, ну хорошо. Говорит, у нас нет уже приема, закончился. Но завтра дополнительный прием. Приходите туда. А так как я с детства знал очень много стихов вообще, многих авторов. Просто наизусть знал. Я заикался, и один доктор нашелся, который сказал, вот этим он вылечит. И действительно, я вылечил. Но так как я с детства это все читал, то у меня в голове очень много вообще авторов. Поэтому мне было очень легко это выйти и прочесть. Ну вот. И был тур назначен. Я пришел, прочитал. Я читал Пушкина. И вдруг выскочила Мансурова из кабинета. Вся красная. Кричит, как так? Его брать надо. Почему его не взяли? Как за хава, говорит, за своей дочкой устроил. Дополнительный набор, чтобы ее взять. И все. И места нет для вас. Приходите на будущий год, я вас на курс возьму. Я тогда подумал, что действительно у меня что-то есть. Ну, я ходил, ходил, потом увидел. Идет набор в театр Моссовета, который был на Журавлевке. Электрозаводская. Мы называли ее Электрозаводская. Заводский был главный режиссер. И вот нас взяли. И я больше года там где-то я проработал. Заводский сделать хотел студию, но ему не дали, не разрешили. И так мы 10 человек остались в театре. Эпизоды там играли. Там были дочь Кнушевицкого, сын этого Локтеонова художника был. Еще, в общем, 10 человек было. Ну, там я встретился, конечно, с большими артистами. Мордвинов, потом Борис Оленин, Плят, Моревская. Ну, Концовский и Леша, который очень много читал. Ну, который вот играл. Принц, да, в Золушке играл. Очень хороший артист. Голос у него красивый такой. Он много на радио работал. Ему долго звания не давали, потому что он, когда шутил, очень так задевал начальство. И на него были злые. Ну, и вот мы в Ленинград поехали. И я смотрел вот первый спектакль, видел Смоктуновского. Ну, там с ним великие были актеры. Капелян, Стрижельчик, там, Лавров. И этих актеров, больших, было не видно рядом с ним. Он настолько был естественный, что просто уже, просто, ну, жизнь сама. Вот как на будущий год я, когда пришел поступать, меня брали везде. В Щепкинском, сразу на третий тур. В Вахтанговском, в комиссии сидела Мансурова. И она сразу написала на второе. Ну, она обещала ей. А я вот в студию МХАТ как-то пошел. Я очень блат не любил. Вот, вообще, нас воспитывали. У нас были очень большие педагоги. У меня был Топаков и Пеляцко, собственно, не слава. Ну, вот, народные артисты МХАТ. Они очень многого, многого добивались от нас. Добивались настоящего. Ну, вот к нам приходил, например, наш педагог, который первый был. Он потом умер и продолжал Карев. А был Герасимов такой, Георгий Авдеевич. Он, в общем, нас любил всех. И он приходил и говорил, вы сегодня читали в газете? Никто ничего не читал. Как же так вот? Вы же художники. Вы должны все знать. Вы должны читать обязательно. Что в стране происходит? Вы чего? А вдруг вам придется вообще играть что-то в этом плане? Как же вы сыграете-то? Вы должны наблюдать. И он... Ну, и перефразировал Щепкина, что каждый анекдот должен вас заинтересовать. Не должен он от вас уйти куда-то в сторону? Ну, разные были моменты. Ну, во-первых, меня очень невзлюбил Вениамин Захарыч. Я его изображал. Вот он меня все хотел упечь куда-то в провинцию там. А меня хотели брать в Моссоветы и хотели брать... Хотели брать... Вот возник театр этот. Яншин меня смотрел. И здесь нужен был актер. Уже как бы устарели все, которые играли Николая Турбина. Дни Турбиных. И на эту роль меня взяли. И Яншин пошел. Мне вроде не давали как бы направление. Не подписывали. Он пошел к министру. И там у него заснул прям. Пока он проснулся, ему все подписали. У меня там было направление в Роджоникидзе еще. Раньше же отрабатывали. Яншин ставил Турбиных, как бы подражая тому спектаклю, который был в Амхате когда-то. Ну вот. Только там... Ну разные мизансцены были. Немного декораций было. Немного другие. Там, например, было там... Откуда Николка прыгал, надо было на матрас прыгать и сгибать сразу. Иначе видно было. У нас сцена была не очень. Она высокая как бы. Ну вот. А так был спектакль очень. Потрясающе. Становились ночью за билетами, чтобы попасть. А уж я не говорю, в провинции там столпотворение. Ну, потому что, во-первых, там играли такие актеры, большие как Леонов, Глазырин, Глебов. И даже несколько спектаклей Урбанский сыграл с этого Мышлоевского. И были моменты, когда у нас на втором этаже были гримерные. И были моменты, когда, значит, в Антракте Леонов бежал по лесенке этой, прятался под столом там где-то. Сейчас Яншин меня, говорит, убьет. И я слышу, идет Яншин, где этот комик? Убью, убью. И так все написано, а он еще комикует. Я ему дам, говорит. Он прятался. Вот так он следил за каждым спектаклем. Какой-то спектакль я репетировал. И никак не мог выйти на сцену. Минут 20. Я выхожу на сцену. Ток говорит. Он говорит, стоп, 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 стоп. А вы откуда пришли-то? Я говорю, вот оттуда, оттуда. Давайте сначала. Раз вышел, он говорит, стоп, стоп, стоп. А вы, говорит, с чем пришли-то? Что вы хотите добиться на сцене? Я говорю, вот это вот он, говорит, очень хорошо. Давайте сначала. Потом я пришел, говорит, а вы в каком состоянии-то, говорит, пришли? И 20 минут я не могу. И потом Мурбанский ко мне подошел, говорит, Лёнь, что, отожмись, говорит, 30 раз, говорит, от пола и выходи. Я отжался, 30 раз от пола, вышел Яншин, говорит, О, говорит, отлично, молодец, говорит, всё понял, давайте дальше. Яншин добивался, даже как выход. Вообще, артистическая профессия, она очень зависимая. И поэтому не знаешь, как тебе повезет. Придет один режиссер, ты для него великий, а придет другой, скажет, ерунда. Это очень зависимая и профессия, и никому не советую этим заниматься. Вот, так как пройдя такой путь, большой, я пришел к такому выводу. Я уже не один год работал. Снялся в кино даже, и не в одном, а в несколько. И туннель уже был советско-румэнский. А получали в театре мало. И вот, и вдруг звонок, да, я уже хотел в метро убирать эту самую. Ну, вот на этих машинках работает, когда ночью. Ну, вот, думал там, что там какая-то сумма была приличная. И вдруг мне звонок. Можете у нас, говорит, выступить? У нас вечер, там все будут музыковеды. И я выступил. И долго там тоже продержался. Так пошло. И у меня стали вообще хвост и в гриву просто. Все брали. Вот. А так как у меня запас был большой, что я мог идти учить, учил год. И, в общем, стал очень нужным человеком. Стали ставки, повышать ставки. И в конце концов у меня была ставка 15 рублей с чем-то там. У меня было по 20 концертов. И даже был один такой, когда я забыл этот спектакль. Я вначале играл и в конце. И вот в середине меня вывозили в колонный зал сюда. Я выступал и привозили. Я дальше продолжал. А один раз вообще задержали спектакль «Продать с дождя» из-за того, что я выступал перед Андроповым. А он задерживался. А это было в историческом музее. И я говорю, у меня спектакль, они говорят, отменим. Для, ну, работники КГБ были там. Полный зал. А Андропова не было. Потом позвонили, сказали, задержите на 25 минут. Задержали. Я один там выступал. Вот перед Андроповым. Я помню, что-то я переживал так. Нога у меня что-то вот так тряслась. А он сел во второй ряд. У него был очень тяжелый взгляд. Вот я... Его смущались обычно. Когда выступали перед ним, он так прям пронзал. Пронзительный был взгляд такой. Я боялся, что что-нибудь забуду. Там о Ленине я читал. Майковского Владимира Ильича Ленина. Там большой отрывок. У меня такое ощущение было, что Андропов знает это произведение наизусть. Вот такое было ощущение. Представляешь? И у меня все дрожало. И ноги дрожали. И нога вот эта почему-то шевелилась. Представляешь? А потом я вышел, думаю, откуда он знает? Да откуда он все это знает наизусть? Интересно, что ты можешь стать другим на сцене. Не таким, как ты есть в жизни. А совершенно другим. Войти в шкуру этого человека. Отыскать в себе те черты. И еще, если ты... Какие-то маленькие мгновения-то бывают. У большого артиста много. А у меньшего артиста меньше. Когда он владеет залом. Когда вдруг ты или поешь и говоришь, вдруг раз в тебе аплодисменты. Вот это очень важно. Владеть публикой. Это громадное наслаждение. Это вы даже не представляете себе. Что это такое? Это вот большие артисты, вот такие, как Леонов. Они постоянно этим владели. Ты вот где-то кусочек какой-то у тебя может быть. Но ты не такого гениального таланта, как эти люди. Это просто, так сказать, люди такие. Им от Бога дано было. Поэтому, ну что уж там. А ты всю жизнь работаешь, добиваешься этого. И может в какой-то момент вдруг у тебя это получилось. Ну вот. У меня иногда эти моменты были. И даже сейчас вот бывает на спектакле скучная история. Когда замирает весь зал, когда я говорю про себя. Вот ради этих моментов и живет артист. Субтитры сделал DimaTorzok